Девочка-пай Девочка-пай Про театр і психологічні секрети буде сьогодні наша програма. Приєднуйтесь до нас, ми вже починаємо і робимо це з розповіді про одеську весну з французьким ароматом. Девочка-пай 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 Проте Олена Олександрівна хвилюється даремно. Сергій, наприклад, з театру обіцяв не йти. І був дуже щирим у своїй віддячності улюбленому педагогу. Девочка-пай Девочка-пай Я випускаюся з театральної студії. Я дуже сподіваюся і знаю, що так і буде. Я буду продовжувати в цьому театрі і продовжувати співпрацювати. Дякували цього вечора Олені Олександрівні не тільки діти. Представник інтелектуального форуму України Лениса Козловська вручила грамоту і вказала на істину, на якій ґрунтується діяльність Олени та Нанайко. Театр – справа непроста. Але, як ми з'ясували, наші діти і не шукають легких шляхів. Чим складніше роль, тим вона цікавіше молодим акторам. Такою стала роль Бабы Ягы. Мне предложили, але сначала многие девочки боролися за цю роль. І у нас був отбор, кожен играв какую-то сценку. І, в общем, вибрали мене. Я дуже хотіла і получила цю роль. Спілкуючи з учасниками театру, ми переконалися, що театр не тільки цікаве, але й дуже корисне заняття для кожної дитини. Театральне взагалі потрібно для того, щоб якось розкритись, розкрепоститися. Тому що багато людей зажати в себе, бояться сцени і виступати. І театральне може допомогти навіть в будь-якому людину. Ювілейний театральний вечір вдався на славу. Діти показали високий клас акторської майстерності, батьки і гості отримали задоволення. А Олена Олександрівна зарядилася новим творчим імпульсом заради нових і великих перемог. Хоча з такою командою до них йти зовсім не довго. У нас багато людей, у нас багато я, а вместе мы одна семья. Ми продовжуємо роботу, програма «Музейка дня» і час знайомитися з нашими новими гостями. Актори, досвідчений і перспективний. Олена Тананайко, Анна Чмерук, Ілля Дємішев та Лариса Кузловська, представники інтелектуального форуму України. Вітаю вас. Чи складно робити театри, дарувати глядачам театральне мистецтво? Це дуже цікаво. Це не складно. На самом деле для нас театр – це сказка, феєрія. Це емоції, яких не хватає нам в житті. Хороші емоції. А детський театр – це супер. Це найправдивий іскренній театр в світі. Тому що все діти грають. Якщо Ілля грає буратину, то к нему вже не підходи і не требуй от нього дисципліни. Якщо Аня грає бабу Ёжку, то теж не підходи, заколдує. Тобто якщо вони вживаються в роль, то вже наверняка… Це дуже искрєнні і правдиві. Це прекрасно. Давайте я ще раз скажу, ну, ви вже поняли сюжет. Це Елена Тананайка, руководитель двох театральних студій – Орликина і… І Скирцина. Так історически сложилось, що ми розширяємося. С Орликино ми вже сотруднішимо 20 років, а Скирцина – це театральний клас в музикальній школи – вже 5 років, вже юбилей свій. Але все діти между собою дружат, і ми всі одна сем'я, один театр. Так, це ми поняли, що дружна сем'я, і вот такі юні у вас актери. Прямо как-то навіть неожиданно знати о тому, що такі юні актери… Скажіть ви сначала, як вони вам? Як вони, быстро ли вони учатся? Ну, вот ви сказали, що якщо вживається, то вже так по-настоящому… На самом деле Ілья займається, несмотря на юний возраст, вже 2 роки. Він прийшов до нас, коли ще не все букви уме говорити. А, конечно, все це – це життя. І діти від нас дуже с трудом уходять, заканчивая школу. Я думаю, що навіть заканчивая школу, вони все ровно к вам возвращаться. Ми слухали Сергея, який обещав, що він ще буде к вам возвращаться, буде сотрудничати і буде, конечно же, играти. Ілья, ну що ж, скажи нам що-нибудь, як тебе знаходиться в той чи іншій ролі, як ти перевоплощаєшся? Що це для тебе? Це моя роль. Я выступаю і сполняю свою роль. Коя тобі роль більше всего понравилась до сих пор, от із всіх тих, що ти вже успіла зіграти? Роль Буратино. Буратино. А почему? Ну, тому що він такий веселий. Любиш пошалити іноді, да? Ну, да. І ось ця роль тобі дають можливість проявити себе, свій характер. Так, так уверена сказав Ілья. Ну, ти ж не завжди такий шалунчик, да? Ти ж ще відповідно відноситься к іншим вещам. Не, не завжди. Не завжди. Так обіщайся. Ну, розкажи що-нибудь ще. Що відбувається на репетиціях? Ну, ми вот учимся танцевати, ми учим стихи, ми учим скороговорки. Ух ти, ніколи не вміла запомінать скороговорки. Можеш розказати якій-нибудь? Ну, така. Давай. Пятнадцать птиц підписали пітиці, а пятидесять птиць не підписали пітицію. А якщо быстрі? Пятнадцать птиць підписали пітиці, а пятидесять птиць не підписали пітицію. Молодець, молодець. Ніколи такої не змогу вручити. Елена, ну, розкажіть нам о дітях ще раз. Все такі юні в основному? Нет, у нас младші групи, старші. Скільки всього? Не считаю. Приходять нові. Хочу сказати, що все дітки талантливі, абсолютно всі. Кто приходить, все талантливі. І в цьому році ми поучаствували в дуже інтересному конкурсі. Він для нас був знаковий. Конкурс називався «Зорина хвиля». Це целий отрезок жизни. Місяця три ми йому посвятили. Трое моїх діток приймали участие. І все трое стали призерами, победителями. Одна із них – Анечка Чмерук. Да, Анечка, я щас ми пообщався і з вами. Но вот с нами садиться Лариса, которая є вдохновителем, організатором цього конкурса «Зорина хвиля». Расскажіть о том, какую роль, какую ноту внесли весь конкурс именно эти дети, театральные дети. Ну, в то время, когда общество там спорит, нужно ли взаємодействие театра і дітей, мы, собственно говоря, этим взаємодействием уже активно занимаемся, да, Васильяна Александровна. Потому что детям прежде всего нужен взаємообмен с этим миром, и он должен быть качественным. Есть некоторые родители, которые говорят, вы знаете, мой ребенок и так хорошо читает. Вот он и так прочтет. Есть дети, действительно, одаренные от Бога. Но все зависит от уровня притязаний. Есть дети, которые и так хорошо бегают. Зачем их везти в спортивную секцию? Ну, наверное, для того, чтобы какие-то победы приносить, да, для того, чтобы быть более качественным на другом уровне. И вот таким вот образом мы просто показываем, что дети сегодня, вот есть еще родители, говорят, мы хотим, чтобы они были настоящие. И предоставить самим решать. Что они могут решить, если у них при их интеллекте, при гораздо ниже уровень возможностей, чем у нас, и у них нет опыта. И когда говорят, я хочу, чтобы ребенок был всегда таким, как он хочет, и дают ему гаджет, да, присаживают на него, то это не выбор. Это вы даете выбор, причем самый негативный выбор. Дети, которые приходят в театральную студию, они совершенно другие дети. Они общаются, они живые. Они приходят туда действительно с тем, что у них есть, и они обмениваются своими эмоциями. Они видят мир совершенно другим. Я вижу этих детей. Анечка, которая победила у меня в конкурсе «Зорина хвыля», она боялась совершенно всех. Вы знаете, и директор русского театра Александр Копаигара сказал, что совершенно уникальный ребенок. Это ребенок, который должен блистать не только на сценах, но и в жизни. Потому что в жизни, мы знаем, блещу те, у которых есть много задушу, у которых много есть опыта, вот именно этого творческого, опыта взаимодействия. Мир должен любить таких детей. И дети должны понимать, что чем больше ты проявишься в этом мире, чем качественнее будет твоя жизнь. Вот такими делает этих детей Елена Тананайка. Я благодарна ей, потому что она привела этих детей на конкурс. Она сидела в зале, постоянно за них переживала. Это говорит о том, что ей не все равно. Вот к таким преподавателям надо идти, потому что ей не все равно. Она не пришла, а читала. А она несет ответственность за этих детей от самого начала до самого конца. Да, вы очень точно сказали, я позволю себе еще раз повторить, о том, что не нужно душу открыть детям, нужно вкладывать туда что-то важное, ценное, качественное содержание. И вот правда, что дети приходят еще не готовыми. Вы их такими делаете. Вы даете им импульс, даете им знание, даете им возможность быть на сцене такими, какие они есть. Ведь взрослые, мы играем, актеры играют, правда? А дети просто показывают самих себя. Наверное, да? Совершенно правильно. И я очень благодарна Ларисе Алексеевне за то, что она дала нам возможность показать, проявить себя. Потому что театр без зрителей мертв. Мы должны находить свою аудиторию. Так что большая благодарность. Анечка, ну что, рассказывай, рассказывай о своих эмоциях, о своем участии и в проекте «Зорина Хвыля», и в театральной студии. Ну, я хочу сказать, что этот конкурс внес многое. Просто на телевидение я, можно сказать, первый раз. И вообще, нужно уметь быть открытым. Это поможет в будущем, в жизни. Даже на любой работе просто выступить с какой-нибудь презентацией. Это нужно взрослым, это нужно детям, это нужно всем. А Елене Александровне и Еле Ивановне. Я очень благодарна за то, что они научили меня всему этому. Я буду продолжать учиться, потому что учиться нужно всю жизнь. Золотые слова. Это точно. А учиться, вот ты сейчас, ну, актер, я так уже смело могу тебя назвать, таковой. А будущее свое ты собираешься связать с этим искусством? Я, честно, не знаю. Я занимаюсь многим вокалом, рисованием, играю на фортепиано. Поэтому я, честно, не знаю. Но я очень хочу продолжать заниматься актерским мастерством. Ну, вот мы говорим о театре, об актерском мастерстве. И хочется на это мастерство посмотреть. Вот можно такой какой-то экспромт, что-то, какой-то отрывок из пьесы или стихотворения? Да, конечно. Хорошо. Она сидит перед окном. Пред ней открыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана» или «Переписка двух семей». Роман классический, старинный, отменно длинный, 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 Нравоучительный и чинный, без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, Но вскоре как-то развлеклась перед окном возникшей дракой Козла с дворовой собакой, и ею тихо занялась. Чудесно. Чудесно, да, действительно, достойно аплодисментов. Очень много эмоций, чувств, речь очень поставлена, да, и этим всем вы занимаетесь. Конечно, у нас целый комплекс упражнений для этого. То есть театр включает в себя очень большую работу, ответственность. Театр это многогранный, потому что это синтез всех видов искусств, Которые существуют в нашем мире. Илюшечка, почитай, что ли? Вот Илюшечка, она может почитать, что ли. Ну, конечно, конечно, давай. Двастико. Вчера мне рассказывал дедушка Женя. Отряд партизанский попал в окружение. Осталось у них 18 гранат. Один пистолет и один автомат. Все больше в отряде погибших бойцов. Все крепче фашисты сжимают кольцо. Они за кустами, они за камнями. И крикнул, мой дедушка, Родина с нами. И все побежали навстречу врагу. И стали гранаты бросать на бегу. Все храбро сражались, о смерти забыв. И вот удалось совершить им прорыв. Сквозь лес по болоту они уходили. А деда медалью потом наградили. Браво. Чудесно. Чудесно. Ну вот как можно добиться вот такого напора, таких эмоций? Как? Делитесь советом, рекомендациями. Это прекрасно. Молодец. Вот вы видите, действительно, ребенок, вот когда на сцене, у нас такая импровизированная сцена сейчас, вот он показал свои возможности. Да. Правда? Здравствуйте. Это главная наша задача, как бы найти ту высокую степень одаренности, которую лучше развить, да? Хотя есть другое мнение. Есть то, с какими ты одаренностями пришел, а надо развивать те, которые у тебя на низком уровне, для того, чтобы ты был гармоничен. Ну это уже другой вопрос. Просто я говорю, вот сравнить детей, которые не занимаются и которые занимаются. Дети, которые занимаются, у них порог преодоления гораздо ниже, да? Вот им гораздо легче раз и включиться. Таким образом мы лишаем детей, слава Богу, лишнего, излишнего волнения в этой жизни. Учим их расслабляться, концентрироваться и быть более продуктивными в этой жизни. Им хорошо, то есть им ничего не мешает, у них меньше препятствий в жизни. И я обратила внимание на то, что дети, которые действительно занимаются в театральной студии, они такие, им легче. Так давайте делать жизнь детей легче, правильно? Чтобы они могли включаться в этот мир без лишних тревог, без лишних негативных эмоций. Поэтому маленький ребенок, который хочет читать стихи и еще не уверен в себе, и не знает, как это делать, ему, извините, только Бог толкает на это, ему немножечко сложно. У него здесь сомнения, у него здесь треволнение, да? Ему нужно преодолеть кучу барьеров для того, чтобы включиться в качественное мировосприятие. Пойте, все просто. Да, и знаете, о чем я еще подумала? Вот они читают совершенно не детские стихи, вот, по крайней мере, то, что мы сейчас услышали. И это их воспитывает, может быть, тоже, да, и делает чуть-чуть взрослее, чуть-чуть ответственнее. На самом деле мы к подбору репертуара очень тщательно всегда подходим. И бывают разные, конечно, стихи, потому что разные у нас моменты, бывают эмоции. Но я хотела сказать, что наш театр называется «Орликин», а это улыбка, это маска с юмором. Если мы все будем преодолевать с юмором, вот как хлопок-хлопни, он растает, и все хорошо. Поэтому улыбка – это наш по жизни девиз с улыбкой идти. Поэтому у нас, конечно, очень много и веселого репертуара, и детского, и смешного, и юморного. И, ну, разный есть репертуар. Но вообще-то я по желанию ребенка подбираю всегда, к чему у него больше склонность. – Вот, исходя из сюжета, мы поняли, что за каждую роль дети борются. Да, вот есть роли, которые каждый хочет сыграть, попробовать на себе. И тем было странно, что вот за роль Бабы-Яги, например, такой ажиотаж вокруг этой роли был. – Ну, характерные роли, они всегда более ценятся. Красавицами это как-то просто и легко, неинтересно их играть. А вот Бабу-Ягу сыграть – этого стоит дорогого. – А как происходит отбор? Вот вы сказали, что вы прислушиваетесь к желанию детям, детей. – Я прислушиваюсь, я никогда над ними не давлею. То есть мы делаем открытый конкурс, каждый показывает, и дети голосованием выбирают, кто действительно лучше из них. Совершенно так, Анечка, да? Сами дети выбирают, кому лучше удалась эта роль, и как бы уже пробуют ее. – Да, и недовольных не бывает. То есть если уже взяли за эту роль, уже работают, дорабатывают, идут до конца. – Конечно. – Друзья, ну что же, скажите еще о своих каких-то эмоциях. Наверняка, занимаясь театром, вы обрели новых друзей, да? – Да. – Да, уверенно сказал Илья. Ну, рассказывай. – Ну, у нас в группе очень много детей. Я с ними познакомился. Все они веселые. Мы с ними весело учимся. – Скажи, а вот вы все играете разные роли, да? У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Вот вы как-то помогаете друг другу, подсказываете? Ну, понятно, есть педагог, но вы с собой тоже коммуницируете? – Ну, если там кто-то запнулся, мы, если рядом, мы можем шепнуть правильно. – Подсказать, да. – Подсказать. – Ну, вот такой воспитательный момент тоже, это важно. – Чтобы спектакль не нарушился. – Ну, конечно. Главная, конечная цель, чтобы спектакль получился. Молодец. Молодец, настоящий мужчина. – Я уже так делал. – Ах, ты уже так делал, подсказывал. – А тебе подсказывали? – Ну, мне пока еще нет. – Ты все четко учишь, дома готовишься серьезно. – Вот был концерт, я подсказала Мальвине. – И что? Мальвина как отблагодарила? – Ну, потом нет. – Щечку поцеловала? – Да нет. – Хотелось. – Ну, а потом все было хорошо. – Ну, конечно, ты же подсказал, ты же выручил. Это прекрасно, друзья. Есть еще что сказать. Давайте расскажем нашим детям, которые уже смотрят нас, и, конечно же, кто-то хочет к вам присоединиться, как к вам попасть. – Наши двери всегда открыты. Это Центр детского творчества Киевского района Эврика, это Детская музыкальная школа номер 8, Театр Орликин и Театр Скирцина. – Ну что ж, спасибо. Давайте вот еще последняя минутка, пусть кто-то что-то расскажет. Анечка, да, ты готова? – Да. – Давай, повеселилась. – Я хочу сказать, что коллектив – это всегда одно целое. Вот, как уже сказал Илья, кому-то помогать, подсказывать. Это всегда надо, потому что без поддержки трудно, когда тебя никто не поддерживает, не верит в тебя. Поэтому коллектив – это всегда важно. Кому-то легче выступать одному. Но, честно, когда есть рядом люди, так легче. Поэтому коллектив – это важно. – Давай, расскажи нам что-нибудь еще. Есть такое на минуточку? Коротенькое, веселое. – Произведение? – Да, что-нибудь. – Хорошо. Васьню «Как кот в собаке нанимался». Был кот своей кормежкой недоволен. Я немного забыла тех. – Немного забыла. – Я так рассказывала. – Илья, подсказывай, ты же выручаешься. – А я сам не знаю. – А ты сам не знаешь. Ну, ладно, друзья. Вспомнила? – Да. – Лениться стало, был зато уволен. – А, был кот своей кормежкой недоволен. Лениться стал и был зато уволен. Сам думает, невеликая честь служить весь день, а досыта не есть. С моим талантом и к труду охоты получше подыщу себе работу. И тут же видит объявление он. – Нужна собака. – Адрес, телефон, кормежка дважды в день, жилье. – Но, однако, пойду-ка поработаю с собакой. С моим умом и при таких усах гораздо лучше я любого пса. Пришел туда, и ну ломится в дверь. Хозяин был изрядно удивлен. – Что вам угодно? – спрашивает он. А кот в ответ. – Я к вам по объявлению. – Новый же кот! – К большому сожалению, котом родился. Не моя вина. Работа эта очень мне нужна. Я точно справлюсь. Только время дайте. Ну что, я нанят? – Нет. Сперва полайте. Хозяин требует, а кот свое. Чудак. Ведь лаять может и любой дурак. А у меня полным-полно талантов. Могу клубки катать, играться с пантом. Могу качать и нянчить малышей. Еще могу на дерево забраться. Да разве может пес со мной тягаться? Хозяин слушал целый час кота. Тот о себе еще бы долго баял. Но у калитки громко пес залаял. Хозяин в тот же миг возник в окне. Вы мне подходите. Вы мне подходите. Вполне. Работа ваша. Дом стеречь. Дом стеречь от вора. Был нанят пес без всяких разговоров. А кот поплелся прочь бурча. А я-то хуже, чем. Вот так бывает. Люди иногда... Я не помню дальше. Ну, хорошо. Спасибо большое. Все равно здорово. Молодцы, друзья. Итак, актеры театральных студий «Орликин» и «Скирцина» и руководитель этих двух студий «Алена Тананайка», а также Лариса Козловская, представитель Индивидуального форума «Украина». И вы сегодня с нами, друзья. А мы продолжаем нашу программу. И сейчас у нас традиционный 15 минут с профессиональным психологом Надеей Гончаровой, которая готова поделиться с нами маленькими секретами. Надея, я уже иду до вас.